В этом сезоне Кубань ожидает более 12 миллионов туристов, среди которых полмиллиона дети. И главная задача властей в этот период – обеспечить безопасность жителей и гостей, обратил внимание силовиков и глав муниципальных образований губернатор Александр Ткачев. На совбезе глава региона просит мобилизовать все силы и уделить внимание санаторно-курортным комплексам, пляжам, там, где больше всего отдыхающих. Поэтому мы у вас много делаем. Десять дней, домовое исправление, десять дней. Не так много. Это уже вечера. И начинаем зачистку. Я прошу суды, краевые суды, районные суды, работать организованно. Губернатор отметил, тревогу вызывают события на Украине. Есть опасения, что с потоком беженцев на Кубань могут проникнуть и провокаторы. Во время подготовки к Олимпиаде в крае была создана уникальная система по взаимодействию всех структур, налажена работа антитеррористических комиссий. И важно теперь не расслабляться. Патрульно-пасловая служба. Ничего в мире умнее не придумано. Более эффективнее. Ногами, на машине должны люди проезжать, проходить, смотреть и обращать на все то, что ведет себя плохо, недостойно присматриваться, заглядывать в разные злачные места. То тогда эффективность поднимается на более высокий уровень. И поэтому, когда мы говорим о патрульно-пасловой службе, конечно, мы не зря с вами выбили казачество на улице. Мы не зря несем эти траты. Осознанно, сознательно жизнь показывает, что это, в общем-то, инвестиции в корень. Это результат. Не менее важный вопрос – безопасность на воде. Катамараны, гидроциклы и катера летают чуть ли не по головам отдыхающих. Глава курорта Сергей Сергеев доложил губернатору. Бассейновое водное управление, не согласовывая с властями Анапы, увеличивает число технических зон. У нас ставят перед фактом бассейновое управление. Я буквально вчера узнаю, что у меня уже не 21, а 31 техническая зона. А на уровне основания это делают? Почему они с вами не самостоятельно, исходя из каких-то своих? Нет. Мотивируя тем, что они, федеральная служба и все остальные вопросы, они устанавливают там, где захотели. Вот, говорит, мы не имеем права отказать, если человек обращается с заявлением. Я говорю, а если он по головам на пляже будет ездить, на гидроцикле? Ну, ответ вот. Губернатор поставил задачу проработать вопрос и не допускать своей воле вопросов безопасности. В завершение совещания Александр Ткачев обратил внимание на развитие программы «Безопасный город» и призвал не экономить на системах видеонаблюдения. И размеры помощи из краевого бюджета на эти цели будут пропорциональны уровню затрат самих муниципалитетов. По завершению краевого селекторного совещания глава Анапы обозначил ряд задач перед подчиненными. Так, должно быть увеличено количество видеокамер и не только в центральных районах Анапы, но и в сельских округах. Руководителям здравниц курорта предстоит отчитаться о наличии паспортов безопасности. Без этого документа к работе в сезон ни одно учреждение допущено не будет. Анапский межрайонный прокурор Максим Злобин проинформировал. В ближайшее время надзорный орган проверит готовность ряда детских здравниц к высокому сезону.